Самым обсуждаемым событием недели стало послание главы Татарстана Рустама Миниханова. Он обратился к Государственному совету с ежегодным посланием. Традиционное мероприятие прошло в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева при участии членов правительства Татарстана, руководителей муниципальных образований и организаций, представителей общественности. Казанский федеральный университет представил первый проректор, проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. В своем выступлении Рустам Миниханов сделал особый акцент на взаимодействии науки и коммерции в экономике республики. Одной из точек соприкосновения должна стать передовая инженерная школа КФУ. Безусловно, обороноспособность нашей страны во многом зависит от обеспечения технологического суверенитета. Крайне важно усилить взаимодействие научных организаций и вузов с реальным сектором экономики. Подспорьем здесь призвано стать создаваемыми на базе КФУ университета Иннополис и КНИТУ КАХТИ передовые инженерные школы. Напомним, что передовые инженерные школы – федеральный проект, инициированный Миноборнауки Российской Федерации. Создание передовой инженерной школы на базе Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета обусловлено заданным трендом на формирование современных научно-образовательных центров мирового уровня в непосредственной близости к индустриальным партнерам. Школа базируется на территории института и представляет собой целый студенческий кампус с развитой современной и технологической инфраструктурой. Киберавтотех в партнерстве с КАМАЗом будет заниматься реализацией целого ряда задач – производство программных продуктов для роботозированной и беспилотной техники, разработку зеленых технологий, машиностроения и проектов двигателей, работающих на неуглеродном топливе. Все это и многое другое предстоит реализовать к 2030 году. Помимо вопросов образования и науки было озвучено множество других моментов, касающихся страны и республики в частности. Именно их и продолжили обсуждать на расширенном заседании экспертного совета Казанского университета. В первую очередь говорили о специально военной операции в целом и фейках в частности. Фейками забрасывать умеют и делают это, но какой в этом плане контент мы предоставляем и чаще всего действительно больше такой оборонный. Затронули и тему реформирования существующих масс-медиа республики. Именно свое уникальное место. Найти свою повестку, адекватно отражающую потребности общества. ответить, в том числе и на сложные вопросы для гос.СМИ, какой объем патыки допустим. Потому что иногда бывает, что есть две повестки, которые в гос.СМИ присутствуют, и та, которая реально волнует общество. Они иногда не совпадают. Также присутствующие обсудили предстоящий 2023 год, который в Татарстане был объявлен годом национальных культур и традиций. Дальше мы будем развивать нашу национальную культуру, традиции народов, которые населяют нашу республику. Новые задачи поставлены перед учреждениями культуры, перед образованием, перед населением. В целом, послание главы Татарстана разительно отличалось от посланий прошлого года, что отметило большинство экспертов. Аделина Абдрахманова, Фаридзахи Туглы, Универньюз.